Благодарен всем, кто присоединился. В наше время это не так просто оторваться от своих дел и найти время для высоких материй. И я предлагаю, как всегда, посвятить наши духовные усилия благополучию наших воинов и их успеху. Иногда кажется, что какое-то затишье, что операции не продолжаются. На самом деле большое количество людей невероятно работают над новыми операциями, разрабатывают их, подготавливают, проводят. И, естественно, о большинстве из них мы ничего не знаем. Им остаётся только молиться за них и желать им благополучия, самоотверженным людям, которые сражаются фактически за всё человечество, которое не хочет, ну, никак не хочет осознать ситуации. И дай Бог выздоровления раненым, возвращения пленных. Всегда упоминаю Люба Бат Михаэль, Илуйни Шматаба, Лизыхла. И мы с вами падаем в труднейшую тему, в труднейшую книгу Мишлей, притчи царя Шламо. Конечно, если самый мудрый человек написал что-то, он не написал напрямую, потому что пишет загадками, так как поймёт только тот, кто напрягается, тот, кто умеет заметить противоречия, решить их сам. Недавно была глава Хукат, глава, которая рассказывает о законе красной коровы, как приготовляется пепел для очищения от ритуальной нечистоты того, кто прикоснулся к мёртвому или прикоснулся к тому, кто прикасался к мёртвому. Красная корова сжигают, потом несколько крупиц её пепла хватает для того, чтобы водою с ним, с этим пеплом побрызгать даже на большое число людей. И есть странные моменты. Тот, кто переносит этот пепел с места на место или воду с этим пеплом с места на место, он сам становится нечистым. Как ритуальное, то, что делает ритуально чистым, вдруг превращает человека в ритуально нечистый. И царь Шламо сказал, что он не может понять этот закон. Но на самом деле, что он сделал? Он привлёк наше внимание. Он хотел, чтобы мы задумались, чтобы мы сказали, что неразрешимая задача, надо биться над ней. Вот, как говорил Эйнштейн, как делаются научные открытия. Все знают, что это невозможно сделать. Приходит один человек незадачливый, несколько глупый. Он не знает, что этого нельзя делать и делает. Вот так же царь Шламо сказал про закон «Красные коровы». Но мы попадаемся на эту удочку. И как только подходят к этой главе, сразу начинают говорить, мы не можем понять, мы не знаем. Я тут, когда слышу такие вещи, когда говорят, мы не можем понять, мы не знаем, я говорю, а я могу понять, а я знаю. И пойди докажи, что нет. Но в любом случае ничего не даётся нам, что совершенно непонятно, а понять до конца всё невозможно. И, безусловно, когда царь Шламо сказал, что я не могу понять, это призыв его, чтобы мы думали, задумывались. И так же вся книга Мишлей, она полна неожиданностей. И некоторые из них мы уже с вами видели, выявили. И вот у нас сегодня с вами очень непростая, но, я надеюсь, увлекательная тема. Да, и я открываю свой файл, и мы с вами в книге Мишлей. Да, в книге Мишлей. Вот. И третья глава, к которой мы подошли, она говорит так. Сын мой, Тору мою не забывай, и заповеди мои дохранит сердце твоё. Ну, как-то более-менее, да. Тору мою, который научил тебя отец, ты этого не забывай. У всех, как бы, свой подход к Торе, все подчеркивают её оттенки, все берут разную глубину. И, возможно, ты пойдёшь ещё дальше меня, или ты будешь смотреть на вещи по-другому. Но Тору мою не забывай, это призыв царя Шламо. И заповеди мои дохранит сердце твоё. Заповеди мои, то, что так, как я тебе представил заповеди, так, как я тебе о них рассказал, пусть это сердце твоё хранит. Не забывай, не забывай не просто храни, но пусть это будет близко к тебе, пусть это всегда волнует тебя и возвращается к тебе. Как бы сердце, то, что постоянно бьётся, даёт импульсы, пусть оттуда исходит память о заповедях, которым я тебя научил. Потому что долгоденствие и годы жизни, и мир прибавят они тебе. И здесь мы с вами, с вашего разрешения, заглянем в Иврит. Это то, что мы повторяем с вами в утренней молитве. Длительность дней и годы жизни они добавят тебе. Ну, можно было бы сказать, годы жизни, и было бы достаточно. Ну, Санч Ламон здесь спрятал, я здесь ещё один момент. Длительность дней, да, длительность дней. Иногда человеку хочется уже, чтобы день этот закончился, день как бы неудач, плохого настроения, упаси Бог каких-то неприятностей, пусть он уже этот день закончится, да. А бывают дни, которые хочется, чтобы они продолжались, что ты что-то успеваешь сделать, хорошее, полезное, познать что-то умное на длительность дней, говорит Санч Ламон. Вот такое хорошее творческое настроение, стремление сделать ещё и ещё, наполнить этот день, наполнить его ещё новыми, приятными и полезными, можно сказать, впечатлениями, это орох-ямим длительность дней и, кроме того, годы жизни, да. И то, и другое. И длительность дней, и годы жизни. И мир они добавят тебе. Мир, как благополучие, да, они добавят тебе. Повяжи их на шею себе, напиши их на скрижалях сердца своего, да. Повяжи на шею себе, понятно, то есть, говори ими. Напиши на скрижалях сердца своего. Очень тоже сильное выражение, как будто само по себе сердце, оно как скрижали для того, чтобы на нём записали Тору. И действительно можно представить себе, что когда Всевышний писал Тору на скрижалях, он писал её одновременно и в сердцах. Действие Всевышнего в этом мире, оно всегда распространяется повсюду. Если оно через самого Всевышнего, а не через ангела, скажем, не через какую-то силу, сотворённую им, то это действие глобальное. И когда Всевышний писал, да, как говорится, про скрижали, что они сделаны Всевышним, первые скрижали, и перстом Всевышнего написано на них, перстом, без пера. Это, безусловно, коснулось и сердец, и все сердца сыновей Израиля превратились в скрижали, на которых Бог пишет свои заповеди и пишет свои письмена, так сказать. И найдёшь милость и одобрение в глазах Всесильного и людей. Найдёшь действительно милость, приятность. Хэн – это приятность. Может быть, ты будешь приятен Всевышнему, когда ты всё время сторый, и она на сердце твоём и определяет, ведь что на сердце определяет желание сделать, поступить, так как эти заповеди, да, и разум хороший, да, разум хороший, добрый, ты найдёшь в глазах, в глазах взаильдов, так, что-то у меня перескочило, но ладно, да, и разум хороший найдёшь в глазах Всевышнего и людей. То есть о тебе будут говорить, что твой разум хороший, что хороший, не просто большой и великий, а он хороший, он приносит благо. Это, если Тора будет у тебя на шее, так сказать, как украшение, постоянно в гортане твоей и на сердце твоем. Да. И здесь, здесь как бы взрыв, о котором мы постараемся поговорить. Взрыв, сравнимый с первым взрывом, с Мопаца Гадоль. Надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Ну, это ещё как-то может быть, вот, я имею в виду следующее предложение, это настоящее взрыв. Здесь ещё, может быть, как-то можно разобраться. Надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Это что же такое? Не думать совершенно? Ни в коем случае, да. Безусловно думать, безусловно строить планы, безусловно рассчитывать и подсчитывать все свои действия, но при этом, как бы, да, не идти против Бога, да, соотноситься с Ним, с Его желанием, с Его заповедями, представлять себе, что Он хочет. Давид говорит о крайней ситуации, а может быть, и не только о крайней ситуации, и в сражении, да, прежде всего Он говорит о сражении, но и в жизни, и в обычной то же самое. Он говорит, я представлял Бога перед собой, да, и от правой руки моей Он не сдвигался, да, это 17-й Псалом. Это прекрасный тоже момент, если мы как-то немножко осознаем его, да, я представляю себе Бога перед собой. Он, скажем, если это в биктве, Он идёт передо мной, да, но и от правой руки Он не отходит. Если Он передо мной, как же Он не отходит от правой руки? Понятно, да, я представляю Его перед собой, да, Он не делает всё за меня, Он не разбрасывает всех моих врагов, Он не обязательно идёт передо мной и прокладывает мне дорогу. Нет, Он даёт силу моей правой руке, чтобы я делал, да, чтобы я делал, чтобы я себе прокладывал дорогу через ряд врагов, через полчища врагов, да, Он даёт мне эту силу. Но и можно представить, что и в других моментах, в обычной жизни то же самое, я представляю Бога перед собой, то есть я постоянно соотношу свои мысли, планы со Всевышним, да, а Он помогает, Он помогает мне, даёт силу моей правой руке. Так что надейся на Бога всем сердцем своим, да, то есть сердце полагайся на Бога, да, вот, и не полагайся на разум свой, это не значит, что не надо, не нужно думать, не нужно, да, можно привести несколько примеров, скажем, да, вот, даже большие праведники, да, они строят планы, да, вот, и оказывается, что есть коррекция, да, есть коррекция на эти планы, коррекция Всевышнего, то есть не удаётся сразу угадать волю Всевышнего, да, вот есть, как все хорошо знают, что есть рассказ, это Медра Шабана Берешин, рассказывает о Йосефе, что он смотрел по созвездиям, из Дем, да, кто должен быть его парой, да, и там ему представлялось, представилось, что это жена Патифар, да, там очень сложная история, да, он понимал так или иначе, да, что он попал в Египет для того, чтобы найти там, найти там дочь Дины, да, дочь Дины, вот, и ему по созвездиям представилось, что вот его пары, его найти, даже можно сказать, не, не, я, может быть, несколько повёл не в ту сторону, он пришёл в Египет для того, чтобы найти свою пару, да, для того, чтобы найти свою пару, это безумно было важно, привести в мир ребёнка от определённой женщины, которой предназначил Всевышний, чтобы родился человек, который сможет исправить мир, и так далее, и так далее, да, ему представляется по созвездиям, да, как он читает созвездия, что это жена Патифара, да, и он в какой-то момент он идёт к ней для того, чтобы быть с ней, родить ребёнка, и тут появляется перед ним образ его отца, и он говорит, что если ты сделаешь это, то я тебя исключу из твоих сыновей, и он, конечно, сразу оставляет эти мысли, да, это пример того, что даже великий праведник по тем или иным соображениям может рассчитывать и не предусмотреть что-то, не понять, что есть что-то выше созвездий, что об этом надо было бы подумать ещё, да, вот, и... Но что? Естественно, он мгновенно останавливается, и он не говорит, что... Он не говорит, пусть такого пророческого видения, он не говорит, что я прав, что я всё понял, рассчитал по созвездиям, нет, он сразу останавливается, и здесь можно это взять как пример, да, не полагайся на разум твой, даже когда ты всё правильно просчитал, да, и вот есть указание чёткое свыше, что ты не прав, остановись. Другой пример – Давид. Давид, который всегда прислушивался к своему сердцу, и мы помним, что Шауль заходит в пещеру, где он прячется со своими воинами, товарищами, и остаётся в этой пещере один, и все его товарищи говорят, что это момент, когда можно убить Шауля и положить конец всем их несчастьям, скитаниям, ведь они же скитаются без дома, без пристанища, в пустыне, вечно голодные без воды, да, сейчас убить Шауля, и начнётся новое время, станешь царём, вот, и Давид уже идёт исполнить это решение, в общем-то, его товарищей, которые мудрецы Торы, и вдруг он чувствует сердцем, что этого не надо делать, да, и это ещё один момент, когда полагайся на Бога, но не на свой разум. Мы понимаем, что речь идёт о людях, которые обладают пророческим даром, такой высокой чувствительностью, но и в жизни каждого человека, но и в жизни каждого человека то же самое, как бы это работает, может быть, немножко по-другому, да, мы понимаем, что люди часто делают расчёты и подсчёты, да, вот, и вдруг человек понимает, что он, скажем, потеряет в имуществе, потеряет в той или иной сделке, да, которую он задумал, да, если он поступит, как того требует Галаха, как того требует закон, то он либо не заключит этот договор, который не следует заключать с точки зрения Галахи, вот, либо он заключит его так, что ему будет невыгодно, да, и тогда человек, конечно, начинает себя уговаривать, да, вот, что, ну, вот здесь вот так, вот здесь можно как-то, да, в Галахе есть даже такое понятие море и тер, тот, кто доказывает себе, что это можно, например, это в Балмиции, когда двое приходят в суд, и оба они держатся за столи, и оба утверждают, что они его подняли, каждый говорит, что я его поднял раньше, да, вот, ну, естественно, кто-то из них, мягко говоря, обманывает, да, и, тем не менее, суд не считает ни одного из них злодеем, не считает злодеем, и доверяет обоим поклясться и тому, и другому, да, кто-то ведь может произнести ложную клятву, это нехорошо, да, суд исходит из того, что человек нормальный, может быть, не очень высокой праведности, но нормальный, он даёт себе разрешение, вот он, скажем, увидел, кто-то нашёл талит, и он думает, вот, мало того, что он мне долг не отдал, да, мало того, что он мне сделал то-то и то-то, да он ещё талит нашёл, я пойду схвачусь, хоть немножко у него оторву, да, вот, и пойдёт хватается за этот талит, и в суде утверждает, что он поднял первым, но, опять же, не считаю злодеем, муравитер даёт сам себе разрешение. Это показывает, что закон учитывает, закон учитывает психологию человека, и, скажем, не так уж резко, мягко относится к нему, вот, Михаэль подключился, мы немножко раньше начали, но... Добрый вечер. Добрый вечер, да, но я надеюсь, что мы... Основное у нас впереди, да, мы подходим к основной теме, так что основное у нас ещё вы успели на основную часть. Ну, хорошо. Вот это надейся на Бога всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой. «Останови себя там, где ты видишь, что ты идёшь против Галахии, не уговаривай себя». Да, и, опять же, это совершенно не говорит о том, что не нужно думать, а вот просто, да, положиться на Бога с закрытыми глазами, да, и не полагаться на свой разум. Да, речь совершенно не об этом, да. И вот, значит, та фраза, которая мне представляется действительно как взрыв, вселенский взрыв, да, вот, по-русски написано «Во всех путях твоих познавай волю его, и он выпрямит стези твои». Давайте посмотрим, как это на иврите. «Быхоль драхейха» на всех путях, да, «Познавай его, да, де эгу, знай его». Здесь, я думаю, что по-русски очень удачно вставлено «познавай, знай его волю». Да, вот, так что что значит знать Всевышнего? Мы уже несколько раз с этим сталкивались, что знать кого-то – это знать его желание, да. «И он выпрямит пути, и он выпрямит пути твои». Замечание очень такое, да, ну, опять же, такого плана, когда царь Штамов хочет, чтобы мы задумались, да, «Познавай на путях твоих», да. Ну, а какие пути твои? Вроде бы, казалось бы, нужно соблюдать заповеди, и всё будет в порядке, как полагают многие люди. Ну, а что такого? Вот соблюдай заповеди, и всё будет хорошо, да. Вот, но оказывается, что Тора гораздо более ёмкая и более сложная. Это не значит, что «упаси Бог», не нужно соблюдать заповеди, да, но не всегда укладывается всё, так сказать, в размер заповеди. Мудрецы в трактате Сангедрин говорят, что после разрушения храма у Всевышнего не осталось ничего, кроме четырёх аммот, кроме четырёх локтей галахи, да. Высказание очень проблематичное. Во-первых, это после разрушения храма, да. После разрушения храма трудно говорить о каком-то идеале, да. Вот, и трудно предположить, что это идеальное состояние, когда нету больше четырёх аммот галахи. Потом четыре аммот галахи – это весьма и весьма противопроблематично, да. Это говорит о том, что Всевышний ушёл из этого мира, он оставил этот мир, да. Вот, можно четыре аммот – это размер, в котором хоронят человека, чтобы он был, чтобы все были живы и здоровы. Вот, ну, просто для того, чтобы вспомнить. И тут это высказывание, да, опять же, с большой осторожностью, я скажу, оно напоминает высказывание Ницше, да. Бог умер. Да, кстати, высказывание, конечно, очень резкое и отрицательное. Наверное, она делала много бед в, так сказать, головах людей, но в его работе «Зарат Устра», да, он говорит о том, что Бог перестал ощущаться. Это его. Что на самом деле не Бог умер, а умерло ощущение в человеке, живое ощущение Бога. Вот эти четыре аммот-галахи, да, они говорят о том же самом, да. Человек, человек в каком-то смысле, он не живой после разрушения храма, и у Всевышнего он живой немножко, да, но это похоже на четыре аммот, четыре аммот. Это высказывание из Талмуда. Так что вот этот момент, которым часто, так сказать, козыряют и говорят, что, ну, в нашем мире нет ничего, кроме четырех аммот-галахи, нет ничего, кроме галахи, это весьма и весьма проблематично, да. Да, одной галахой, так сказать, не отделаешься. Есть еще дух Торы, да, дух Торы, без которого невозможно. И более того, да, вот есть такой очень сложный момент, да, разговор о нем, наверное, стоило бы начать с Авраама, да, с нашего братца Авраама, которому Всевышний говорит, «Ходи передо мною и будь цельным». Да, что значит ходить перед Всевышним, да? Тут тоже же нужно как-то представить себе, есть Всевышний повсюду, да, ну, как можно обогнать его где-то и ходить перед ним, да. Ходить перед ним имеется в виду угадывать его желание раньше, чем он скажет. Это служение Всевышнему по любви, потому что человек, который любит, он знает желание того, кого он любит, да. Вот иногда, может быть, такой пример, ну, опять же, я с большой осторожностью, да, вот женщина, которая хочет, чтобы ей продемонстрировали любовь, так, чтобы любимый ей человек продемонстрировал ей его любовь, она хочет, чтобы он угадал, что ей нужно, каково её желание. Вот она не скажет, и нужно угадать, да. Ну, это такой далёкий отголосок отношений Всевышнего с, отношений Всевышнего с человеком, с праведником, да. Всевышний ждёт от праведника, что он поймёт и сделает не по приказанию, что уже, как бы, соотносится с мерой трепета, а сделает по любви. Он поймёт и сделает по любви. И самый яркий пример, может быть, это из трактата. И вот мы начинаем, может быть, понимать эту фразу на всех дорогах, путях. Ты идёшь своими путями, да. Путей много. Ты можешь выбрать не один путь, мы сейчас как-то поговорим, да, или ты, может быть, выбрать один, но их несколько правильных путей, их несколько, да, и требуется, чтобы ты знал желание Всевышнего на любом пути, который ты избрал, да. Но это пока, так сказать, теоретическая посылка. Давайте мы вот на примере, как мы сказали, это Ханания Мишаэля Азария, да, это трактат Псахим, как мы с вами видим здесь, да, 53 лист, вторая его страница. И здесь Ханания Мишаэля Азария, они, как они решили, что они должны пожертвовать своей жизнью ради Всевышнего. Мы помним ситуацию, мы говорили несколько раз о ней на разных занятиях, что они, Ханания Мишаэля Азария, решают для себя, склониться ли перед золотой статуей, которую поставил на выходный царь. Она не является идолом, но она провозглашает, утверждает вечную власть Бабеля. И тот, кто склонится, он как бы произнесет клятву, или, скажем, это эквивалентно клятве, что он принимает на себя власть Бабеля, вечную и непоколебимую. В то время как сыновья Израиля мечтают о возвращении в землю Израиля, так склониться перед такой статусю или нет? С точки зрения закона нет запрета. Нет запрета. Ханания Мишаэля Азария решают не склониться. Не склониться. Почему? Здесь в трактате Псахим говорят, что они учат из лягушек. Сейчас мы поговорим, как они учат из лягушек. Но нужно вспомнить, что в трактате Сенгидрин, здесь я, по-моему, не привел для вас, да? Здесь я не привел для вас так трактат Сенгидрин. Я вижу, да? Вот. Мне мешает здесь немножко это окно. Окей, да? В трактате Сенгидрин на 92-м листе говорится, что Ханания Мишаэля Азария пришли к Ихискеелю, пророку спросить, обязаны ли они пожертвовать собою? И пророк спросил Всевышнего. И Всевышний говорит им, не отвечаем. Не отвечаем, не говорим. Пусть решат сами. То есть это тоже потрясающий момент, на который стоит обратить внимание. это как Акадж Баругу Либа Баи. Всевышний требует сердца, как, опять же, говорит Рава в Талмуде. Всевышний требует сердца. Это то, что важно Всевышнему. Искренность человека, его искреннее желание, иногда его поступок просто от сердца, когда он определяет волю Всевышнего, не зная ее, ему не приходит свыше, ни как заповедь, ни как повеление пророка. Это момент искренности, любви. И Всевышний часто добивается его. И вот Всевышний говорит Ихискелю, не говори им, не раскрывай. И тогда они идут и пытаются, пытаются понять, а как правильно все-таки, ну, мы же ничего не знаем, как правильно. И они находят намек, что вот в Торе рассказывается о лягушках, которые наполнили Египет, и они даже бросались в печи. И тогда они говорят, если лягушки бросались в печи, значит, это заложено в природе. Ради чего они бросались в печь? не ради того, чтобы засвидетельствовать, что идолы не существуют. Они бросались, может быть, ради этого тоже, но прежде всего ради свободы сыновей Израиля они бросались в печь. Значит, и нам следует пожертвовать собой для того, чтобы утвердить идею свободы сыновей Израиля. Это что-то невероятное, просто невероятное, ситуация невероятная, когда они сами приходят к выводу, что они должны пожертвовать своей жизнью на всех дорогах твоих. У тебя есть такая дорога, у тебя есть такая дорога, иди как хочешь, но ты должен понять его волю, знай его, и оказывается, что это не всегда так, не так просто. И может быть, можно пожелать каждому, чтобы он не становился перед такой ситуацией, с одной стороны, но с другой стороны, так или иначе, человек в жизни сталкивается с такими ситуациями, когда есть несколько вариантов поступка, и нужно понять, как правильно. может быть, очень ярко об этом сказал Раф Кук в своем ответе Ридбазу, тоже я несколько раз упоминал, но здесь стоит это привести, когда шел спор о законах седьмого кода, и Ридбаз утверждал, что вообще, если человек не может соблюдать заповеди на земле Израиля, то и нечего ему здесь жить, это между нами колоссальная ошибка, так что у земли Израиля есть святость, связанная с заповедями, а есть святость, не связанная с заповедями, и просто само по себе пребывание на земле Израиля, само по себе пребывание, здесь ногами просто стоять на ней, это заповедь, и Раф Кук ответил, Ридбазу, я не буду приводить весь этот диалог, да, вот, он ответил так, да, Раф знает Галаху, но Раф не знает волю Всевышнего, да, вот он имел в виду, что шел спор о продаже земли в седьмой год, и Раф Кук возобновил, он не придумал этот закон, он возобновил закон продажи временной, так сказать, в аренду нееврею земли, для того, чтобы на ней можно было работать, да, Ридбаз говорил, аль-тиханем, не давай им оставаться на этой земле, это противоречит закону, да, на ней Раф Кук, что он как бы имел в виду, и он потом расписал это, что желание Всевышнего, чтобы здесь были сыновья Израиля, теперь в той ситуации, которая сложилась, ты не хочешь продавать землю нееврею, религиозные кибуцы, религиозные поселения уйдут с земли в седьмой год, они не выдержат, да, и это приведет к обратному по отношению к желанию воли Всевышнего, воли Всевышнего всегда, во все времена, всегда, при любых обстоятельствах, или не воле его, а желание, чтобы еврей был в этой земле, да, вот, и ты, придерживаясь формального закона, ты приведешь к тому, что еврей уйдет с этой земли, да, и поэтому он говорит Ридбазу, что господин знает Галаху, формальную Галаху, но он не знает воли Всевышнего, да, а закон, как мы понимаем, да, закон, который вводит царь Шламо, это на всех путях знай его, знай его волю, да, ну, и вот я всегда в шутку говорю очень серьезную вещь, да, что когда спрашивают, или речь идет о каких-то или законах, или о годах, я всегда говорю, да, что бы вы ни говорили, ехать надо, да, вот, почему? Это шутка очень серьезная, потому что глобальная воля Всевышнего, чтобы еврей был здесь, о чем вы ни говорили, что бы вы ни разбирали, да, всегда нужно помнить, что воля Всевышнего, чтобы его желание, чтобы человек был еврей был в земле Израиля, да, но это может быть немножко в сторону, вот мы как бы, да, этот момент, я надеюсь, мы с вами более-менее усвоили, и мы постараемся его развернуть дальше, да, вот, этот момент, да, вот давайте мы, наверное, сначала возьмем, я что-то приготовил для вас здесь интересное, да, вот, а, наверное, давайте мы возьмем, сейчас я ищу для вас, да, да, а, вот, да, как раз следующее, следующее окно, которое я не заметил, да, надейся на Бога всем сердцем, не подойся на разум, на всех путях твоих познай волю его, и он выпрямит стези твои, да, мы знаем с вами историю про Илишева Навуя, которого стали называть Ахером, да, что с ним случилось, он поднялся на пророческий уровень, уже после разрушения храма, и он не выдержал этого уровня, не смог понять те видения, не смог понять эти видения, он, он как бы вышел из духовного мира и начал нарушать заповеди, его стали называть Ахер, кто-то другой, да, вот, и вот рассказывается, да, он рассказывает об этом своему ученику Раби Мейру, да, он говорит, вышел Бат-Коль, Бат-Коль это то, что есть в Гемарии, это отголосок пророчества, да, который был у мудрецов даже после разрушения второго храма, они слышали, что-то слышали или понимали то, что им давалось свыше, трудно сказать, эхо пророчества, да, вот было эхо пророчества, и сказал этот голос, да, Шу Баним Шу Вивим из Ишайягу, из, прошу прощения, из Иремиягу, да, возвращайтесь, дети озорные, то есть возвращайтесь все, даже кто еще не оставил свои шалости, только начните возвращаться ко Всевышнему, да, и вот с небес было добавлено Хуцмяхер, Кромяхер, да, и он сказал, поскольку оттолкнули этого человека из того мира, да, то я буду получать удовольствие в этом мире. Пошел, и он присоединился, или торбут, рак, как это сказать, к чужой культуре, да, это, надо сказать, теперь, в чем, в чем ошибка, в чем ошибка, Хуцмяхер, Здесь ошибка в том, что, да, когда было сказано такое ему с небес, вот это, наверное, как бы истинный такой момент, да, если Гемары приводит, ему было сказано с небес, что возвращайтесь все, кроме Ахера, что нужно было понять из этого, что воля Всевышнего, что он не хочет смерти злодея, как говорится в пророке Ихискеля, а только, чтобы он оставил свою дорогу и жил. Зачем Всевышний к нему обращается? Он к злодеям не обращается, злодеев не судит, он змея взял и наказал и не разговаривал с ним, а здесь Всевышний разговаривает с ним, что он хочет, чтобы Ахер сказал и Лишебен его искал, не может быть, не может быть, чтобы Всевышний навсегда оттолкнул меня, он меня призывает, он меня побуждает, и даже если он сейчас не готов как бы принять меня, я все равно приложу усилия, чтобы вернуться к нему, это должен был быть вывод Ахера на всех твоих путях, даже там, где ты заблудился, знай волю Всевышнего, зачем ты принял эту фразу, как отталкивающий тебя, ты же знаешь волю Всевышнего глобальную, ты ее просто, чтобы злодей оставил свои пути, просто вспомни и все, это, скажем, пример с Сахером, есть очень, скажем, может быть, очень интересный пример с нашим праотцом, с нашим праотцом Яковом, вот в его борьбе с ангелом, как заканчивается, и сказал ему, каково имя твое, ему сказал Яков, и сказал ему, не Яков будет имя твое, а будет Исраэль, потому что ты боролся с ангелами и с людьми и превозмог, я перевел с ангелами, но можно перевести и со всесильным, боролся со всесильным и превозмог, есть что это за ситуация такая, борется с Богом и побеждает и получает благословение, можно сказать, это, как можно сказать такими словами, это иудаизм, который создал Авраам, он спорил со Всевышним, он задавал ему вопросы насчет с дома, хватит ли там праведников в каждом месте, не хватит ли, почему не хватит, да, и когда ему было уже все сказано, он все равно стоял и ждал, что Всевышний спасет с дом, потому что он не соглашался с его решением, да, Аврааму было сказано, лехли хамер цеха, иди сам по себе из твоей земли, да, вот, а он что сделал, да, в лакхуны, в лакхуны фашот, асирасубы харам, он и сара взяли души, которые они сделали в хараме, чего ты взял кого-то, тебе же сказано, иди один, ну, понятно, да, жена, как собственная плоть, да, а все остальное причем, он взял, и племянника своего лота взял, да, и учеников, которые были в хараме, захотели за ним пойти, он взял, да, потому что он не понимает, как можно оставить людей, да, как мы в ответе за всех, кого приручили, да, не Авдель, как сказал Сент-Экзупери, да, как я их брошу, а племянник, который захотел идти со мной, как я его брошу здесь, он без меня пропадет, взял их всех с собой, что потом из этого получилось, это другое дело, да, но не было у нас пророка, который бы не спорил со Всевышним, и Всевышний принимает это, да, принимает это, и он, да, и вот давайте посмотрим, может быть, прежде чем говорить о Якове, посмотрим самый яркий, самый яркий пример, у нас есть с вами Агадав Баба Мици, да, сейчас, может быть, я сделаю чуть крупнее, попробую поднять шрифт, чтобы было, может быть, видно, что параллельно что-то вы могли прочитать, да, и вот рассказывается, что Раби Лезер бен-Луханус, Раби Ашуу бен-Хананья спорили, это мое изложение, неточные переводы годы, да, вот они спорили относительно, относительно печи глиняной, которую разрезали, чтобы перенести, а потом сложили вместе заново и посыпали песок на, там, где ее разрезали, как бы на разделенные части, и чтобы лучше сидели эти круги один на другой, которые собрали заново, вот, и Раби Лезер говорит, что эта печь не целая, и она не принимает ритуальной нечистоты, все разбитое, все нецельное, ритуальной нечистоты не принимает, лундуцы говорят, цельное, и принимает она ритуальную нечистоту, она может стать нечистой, да, Раби Лезер смотрит с точки зрения объективной структуры, так сказать, да, с точки зрения такого объективного взгляда, она нецельная, разбитая, а с точки зрения человеческого, который продолжает, с точки зрения человека, который продолжает этой печью пользоваться, она целая, и вот такие два взгляда, Раби Лезер смотрит глазами Всевышнего, да, вот, и она разбитая, а мудрецы смотрят глазами человека и говорят, целая, да, и тут вышел большой спор, совершенно принципиальный, мы, как бы, у нас нет возможности сейчас вдаваться во все его подробности, да, вот, но вышел спор о том, как смотреть на вещи глазами Всевышнего или глазами человека, да, и Всевышний сделал чудеса для Раби Лезера, чтобы доказать его правоту, да, и в конце концов прозвучал, да, вот этот ботколь от голоса пророчества, да, что вы хотите от Раби Лезера, ведь закон во всех случаях соответствует его мнению, так сказал Всевышний, мудрецы это поняли, тогда встал Раби Яшу и сказал, Тора не на небесах, да, как бы, да, и нам пророческий, пророческая посылка Всевышнего, его голос нам не указ, он дал Тору на землю, да, и теперь глазами человека мы смотрим, конечно, через Тору, конечно, вооружившись Торой, но мы, люди на земле, мы смотрим в земле, Тора не на небесах, Лоба Шамаемги, сказал он, строчку из Торы Дворим совершенно в другой коннотации, чем она там приводится, да, вот, а дальше, да, Раби Акива открыли с небес, да, что в этот момент покачал Всевышней головой в знак одобрения и сказал, победили меня мои дети, ни цху, ни банай, да, нам нужно понять всю глубину, всю глубину этого момента, да, всю глубину этого момента, человек, человеку дано спорить со Всевышним, человеку дано переспорить с Всевышним, Всевышний примет взгляд на вещи человека, если, конечно, он основан на Торе, да, и он может сказать, победили меня мои дети, да, и скажем, что значит они меня победили, да, в конечном итоге, в конечном итоге желание Всевышнего, желание Всевышнего, чтобы человек передвигался в этом мире сторой, и если мудрецы говорят, что люди, народ Израиля не сможет смотреть глазами Всевышнего сейчас, когда нету храма, да, вот, то Всевышний, если так можно сказать, соглашается с ними, говорит, да, правы, хотелось бы, чтобы они смотрели моими глазами, но не справятся, вы правы, я с вами согласился, победили меня мои дети, да, где там, где там, как бы Всевышний прячется в этом рассказе, трудно сказать, но рассказ, он есть, да, он есть, есть воля Всевышнего, которую нужно угадать, да, и иногда, да, иногда, по его же желанию, по его же желанию, можно, так сказать, навязать ему свое мнение, почему, потому что он хочет, чтобы ты навязал ему свое мнение, да, чтобы ты подумал обо всем народе, чтобы ты увидел ситуацию, и ты навязал ему свое свое мнение, да, на всех путях знай Всевышнего, да, и это выливается вот в такой непростой диалог, да, и то же самое с Авраамом, ну, конечно, он поступил неправильно, ну, разве выбрал бы человек, разве Всевышний выбрал бы человека, который в такой ситуации поступит правильно, который никого не возьмет, который бросит своих учеников, который бросит племянника, так такой же человек никому не сможет, никого не сможет научить ничему, куда же его посылать, и вот Авраам нарушает волю Всевышнего, и он знает желание Всевышнего, он знает желание Всевышнего, догадывается о нём, готов спорить со Всевышним, что так раскрывается его желание, вот, это, может быть, такой очень непростой момент, да, вот, но он иногда возникает и в жизни, да, иногда и в жизни, и вот у нас есть пример, может быть, опять же, может быть, о Якове мы говорим, о сложном этом рассказе мы поговорим несколько попозже, да, вот, на, есть рассказ о Шимон-Беншетах, да, о Шимон-Беншетах, который я тоже хотел для вас привести, да, вот, вот, и, да, вот, из Талмуда-Ярушамы, из Талмуда-Ярушамы, из Масехет-Баумицыя, да, приводится рассказ о том, как ученики купили осла для Шимона-Беншетаха, то ли он собирался в дорогу, то ли что, да, да, и укупили у нееврея, и у этого осла на шее была пригазана жемчужина, да, и здесь же говорится, что, в общем-то, не возвращают находку нееврею, да, это закон, как бы, он всегда двусторонний, он двусторонний, да, если, связывает сыновей Израиля, сыновей Израиля должны вернуть находку, то, что они нашли, должны вернуть хозяину, да, и, по крайней мере, в 90% случаев так и будет, тогда и я, когда я нашел чужую находку, она принадлежит сыновьям Израиля, я должен вернуть ее сыновьям Израиля, если это мир нееврейский, то там не вернут эту находку, и я не обязан возвращать, то есть формально, да, даже есть какой-то запрет, если мы не будем давать сейчас во все грани закона, но есть определенный запрет возвращать находку нееврею, что делает, что он в беншетах, он велит ученикам, да, отнести эту жемчужину тому человеку, у которого они купили осла, зачем? Для того, чтобы осветить имя Всевышнего, этот человек возьмет эту жемчужину, и он всю оставшуюся жизнь будет восхищаться евреями, который служит Богу, Богу Всесильному, и который дал им Тору, и они таким образом поступают, это освящение имени Всевышнего, он пойдет, еще расскажет своей семье, всем родственникам своим, да, это освящение имени Всевышнего, и освящение имени Всевышнего, это превалирующая заповедь над частным запретом не возвращать походку, находку не еврею, да, Шимон Баншеттек знает желание Всевышнего, желание глобальное по сравнению с частным, да, глобальное желание это осветить имя Всевышнего во всех народах, да, и он это делает, да, и вот мы видим, да, формальный закон одно, а Баншеттек делает другое, совершенно другое, почему? Потому что он знает волю Всевышнего, да, вот, вот, и, может быть, на сегодня последний пример, на, у нас есть Мишнам Асахи Тавод, где, говорится, тоже довольно странный момент, сказал им, Рамбан Шимон Бензака, и после разрушения храма говорит своим ученикам, да, идите и посмотрите, какая дорога является прямой, который, по которой следует идти человеку, да, ну, что же это такое, да, какая дорога, что искать, когда вроде бы в Торе все написано, соблюдай заповеди, да, Рамбан Яхунан Бензакай, который, естественно, придерживался заповеди, и держался за них обеими руками и всем сердцем, да, после разрушения храма он говорит, да, посмотрите, да, в чем желание Всевышнего, кроме того, чтобы девать тфилим, накладывать тфилим, в чем его еще желание после разрушения храма, как можно приблизиться ко Всевышнему хотя бы немного, после того, как он отдалился после разрушения храма. Раби Лезер сказал хороший глаз. Раби Лезер, он не говорит, он не говорит о том, чтобы, как и говорится здесь же, в Перке, вот, ладун, кула, дафли, камскут, да, на каждого смотреть хорошо и судить его в хорошую сторону, нет. Зовер нам объясняет, что такой хороший глаз с Раби Лезер, да, это видеть, постараться увидеть будущее, постараться увидеть через ужасную ситуацию, сложившуюся после разрушения храма, увидеть какой-то свет, какой-то просвет, это хороший глаз. У него научился Раби Акива, да, который говорил, который умел действительно просто довел это качество до, так сказать, до совершенства, он умел через, когда видел тяжелые моменты, разрушенный храм, он умел увидеть построенный храм, когда он видел легион на марше, да, страшное зрелище, он умел увидеть будущую, будущую власть еврейского царя, да, войско еврейское, увидеть сквозь этот легион, да, это он говорил, да, мы желание Всевышнего, чтобы мы прошли через это время, как мы можем пройти, только одним способом, сохраняя вот это видение будущего, как может каждый заглянуть туда в этом будущем, говорить о нем, стараться увидеть повсюду признаки будущего освобождения, это Айнтова, это да, это та дорога, та дорога, которую должен выбрать человек, да, который ждет Всевышняя от человека, что он выберет ее, да, Раби Ашо говорит, Хавертов, хороший товарищ, да, сохранять дружбу в такое тяжелое время, когда люди предают друг друга, когда не учатся у римлян поведению лживому и так далее, да, очень трудно, надо найти товарища, которому ты полностью доверяешь, да, и это то, что хочет Всевышний, да, единство сыновей Израиля на земле, если не всех, ну, по крайней мере, товарищ хороший, да, ты, а может быть, у него будет еще товарищ хороший, у того, и у того будет товарищ хороший, и будет такая цепочка прочных связей, это желание Всевышнего, раби Исей говорит, сосед хороший, да, я уж не буду вдаваться во все подробности, да, раби Шимон говорит, тот, кто видит нарождающиеся, да, кто видит нарождающиеся, вот, тот, кто может, почти, как раби Акива, может быть, еще сильнее, тот, кто в этих ужасах видит рождающиеся освобождения, раби Ильазар бен Арах, да, он говорит, лев туф, хорошее сердце, да, хорошее намерение, да, доброе намерение, желание принести в мир добро, может быть, глобальное добро, и частное, и глобальное, да, это, это основа всего, это то, чего ждет Всевышний от человека, да, рабан, рабан, Юханан Бензакай говорит, да, мне кажется, что става раби Азара в Энараха, они самые лучшие, потому что они вмещают в себя все, что вы сказали, да, ну, вот, каждый может подумать, как они вмещают в себя, да, но это пример того, на всех путях твоих познай его, да, и понятно, что у этих мудрецов, у каждого свой путь, да, каждый перебирал пути и выбрал, да, тот путь, из чего они исходили, каждый, как он понимает, да, то, что самое главное в это время, то, что хотел бы Всевышний от людей, да, чтобы восстановить, восстановить былое величие, где она эта основа, каждый ее видит по-своему, вот, и, да, и понятно, понятно, что все они правы, что все они правы, есть основа в этом, есть основа в этом, это может быть основа, это может быть основа, да, Раббан Иханан Бензакай видит, что, вот, такое доброе сердце, доброе стремление, устремление к добру, оно включает в себе все остальные пути, да, но сама по себе присылка, Раббан Иханан Бензакай, да, пойдите и посмотрите, какая дорога, из всех путей выберите дорогу, причем, да, причем он знает, что каждый выберет свой путь в соответствии со своим характером, в соответствии с его путем, да, вот, и все это, все это благословенно, да, вот, я приношу прощение, что мы начали немного раньше, было запланировано, как-то это выпало из объявления, вот, я останавливаюсь, если кто-то что-то хочет спросить, добавить, возразить, то, пожалуйста, я с вами, я убираю share, вот, я включаю экраны, да, и, пожалуйста, если что-то, я, вот, да, я вместе с вами, да, вот, то, что можно, то, что можно еще добавить, это наша недельная глава, да, Пенхаз, да, встает и делает, совершает поступок, который в глазах всех кажется совершенно не то, что не оправданным, преступлением, а он понял волю Всевышнего, да, угадал волю Всевышнего, что нужно сделать в этот момент, и пошел против всех, против всех тех, кто не понял эту волю, или не смог ее выразить в действии, пошел против всех, его хотели убить, да, он понимал, что он рискует своей жизнью, да, и тем не менее, да, на всех путях твоих, да, на том пути, который ты выберешь из всех путей, выбирай его так, чтобы знать, чтобы она соответствовала воле Бога, да, иногда приходится прочитать так, да, хорошо, вот я с вами. Равзиев, скажите, пожалуйста, можно ли дополнить то, что вы говорили, что творец от нас хочет партнерства, и именно поэтому он дает возможность нам, так сказать, сделать действие, которое идет лично от нас, то есть вот как бы это важный, мне кажется, это важный аспект в отношениях с творцом, человек все больше и больше как бы становится партнером творца, и это очень важная вещь, которую необходимо подчеркнуть, мне это кажется, как вы считаете? Да-да-да-да-да-да, вы совершенно правы, может быть, для того, чтобы проинвестировать ваши слова, можно проинвестировать таким примером, да, что вот такой педагогический пример, особенно отец говорит сыну, да, вот они что-то обсуждают, и он ему говорит, а ты как бы поступил, а ты как бы поступил, он не говорит ему, как следует поступить, а ты как бы поступил, скажи мне, объясни мне, как ты поступил, они могут поспорить, но главное, вот эта посылка, скажи сам, сам выбери путь, который правильный, это очень-очень важно, вы назвали это партнерством, действительно, это можно назвать партнерством, то есть совершенно какое-то равенство ищется, можно спросить, а зачем мы тогда соблюдаем заповеди, на это есть много ответов, один из ответов, Давид говорит, в псалме, это что такое, это 119-й псалом, да, заповедь Всевышнего ясная, она просветляет глаза, мы соблюдаем заповеди, потому что это наша основа, да, это помогает нам, как говорит Давид Бара, она ясная, ну так хорошо, ясная, она просветляет глаза, она помогает нам ясно мыслить, она нам помогает не ошибаться в жизни, идти по жизни, да, но иногда приходит такой момент, когда нужно поступить, нужно совершить действия, нужно решать, спросить некого, да, вот, и тут, как бы, вот все твои заповеди, которые ты исполнял, все, что ты продумал, все твое изучение Торы, да, оно помогает тебе принять вот это правильное решение, которое соответствует воле Всевышнего, да, каким образом? Встать и переехать в землю Израиля, да, я вам расскажу, да, вот эта воля Всевышнего, понимаете, это же, это же потрясающий момент, который просто, может быть, остается не до конца осознанным, мне рассказывал Раф нашего Ишуа, Раф Матани Бен Шахар, человек очень достойный и очень интересный, да, он рассказывал мне про своего деда, к сожалению, я не помню, какое местечко на Украине, да, ему в, 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 где-то в десятых годах, может быть, может быть, уже после декорации Бальфору, в семнадцатом и семнадцатом году, ему приснился сон, да, и приснилась темная какая-то комната, в которой льется вода, начинается потоп, и есть окно, да, открытое, куда улетают бабочки, да, и знаете, как это, и там свет, и эти бабочки летят на свет, знаете, как это сон, в котором есть элемент пророчества, да, ты понимаешь разгадку этого пророчества, много раз говорили, что Всевышний дает свет, который помогает понять, о чем речь, да, и он понимает, да, что начинается потоп, и нужно как можно быстрее, как эти бабочки-мотыльки, лететь на свет в землю Израиля, да, на утро, да, он приходит к своему Равину в местечке и рассказывает ему этот сон. Равин ему говорит, он думает, что он озабочен, да, этим сном, да, он действительно озабочен, да, но он ему, Равин думает, что он, как бы, озабочен со всем другим, он ему говорит, ты не переживай, мы тебе сделаем атават холом, да, ты не переживай, мы помолимся о том, чтобы твой сон перевернулся в хорошее, да, вот, то есть на всех путях знай его, это не так просто знать Всевышнего, знать волю Всевышнего, да, вот, но есть одно, я вам говорю, это центральный момент, да, это ехать надо, всё остальное приложится, да, вот, и я также смотрю и на людей, и на политиков, и на деятелей общественных, да, есть, у них есть этот центральный момент, да, признание того, что земля Израиля стоит в центре всего, в центре политики, в центре общественной жизни, в центре чего хочешь, международной политики, да, если они это понимают, я готов за него голосовать, если нет, то нет, да, вот, это как бы, если всё очень сложно, всё непросто, требуется какой-то поступок в решительный момент, да, вот, я бы хотел ещё дальше, скажем, этот момент рассмотреть, да, вот, а как быть, если человек ошибся, да, вот, что тогда, да, я заранее вам скажу, да, поступок с чистыми намерениями, да, он может быть, он может быть неправильным, да, он может привести сейчас к каким-то нежелательным результатам, но в перспективе, и в очень близкой перспективе из искреннего поступка, из искреннего такого рывка ко Всевышнему всегда получается что-то положительное, да. Такой сложный, непростой разговор, он для нас сложный, я думаю, что для поколения храма и для поколения после разрушения храма сразу он был очень-очень понятный, очень понятный, вот, хорошо. Так что четыре, четыре аморда лоха – это далеко не идеальный мир. Четыре локти галахи – это далеко не идеальный мир. Хорошо, пожалуйста, извините, я ещё раз заговорился, если у кого-то что-то есть, я готов пытаться ответить. Окей, ну, хорошо, да. Вот, я надеюсь, что никого не пугает, что иудаизм оказывается гораздо более ёмким и объёмным, чем он представляется на первый взгляд, и чем он мне тоже в своё время представлялся на первый взгляд как бы очень таким прямолинейным, да. Вот, я надеюсь, что это никого не пугает, и мы всем будем продвигаться вместе вперёд, да, и ради благополучия всего народа, с Божьей помощью. Хорошо, спасибо, я, как всегда, уже жду следующей встречи, есть ещё что сказать, вот, и вы, пожалуйста, тоже готовьте вопросы, можно начинать с вопросов, да, вот, пожалуйста. Спасибо, спасибо.